На регистрацию явились 31 членов общественного совета. Мы в связи с 2 опоздавших. Всего 33 члена общественного совета. Мне выданные мандаты вместе со списком полученных мандатов изданы исполняющими обязанности председателя общественного совета и заместителя председателя общественного совета госпожа Михея Викторовна. По количеству присутствующих членов общественного совета и в соответствии с регламентом общественного совета, принятым ранее, мы не в праве принимать какие бы то ни было решения, потому что у нас не хватает нужного количества человек. Поэтому рекомендуется провести рабочее совещание членов общественного совета по той повестке дня, которая была выработана на двух последних заседаниях президента. Председателя общественного совета на датной комиссии. А почему мы проводим здесь совещание? Нам нужно избавить председателя собрания и секретаря. Мы начали работать. На сегодняшний день мы проводим рабочее соведание. Первое. Мы должны избавить председательство нашего собрания. Мы в зал пойдем или туда? Нет, другое предложение. Давайте мы поручим проведение рабочего совещания господину Максимовичу. Человек опытный, всегда... А я считаю, что лучше это сделает Бандаренко. У кого-то есть еще другие предложения? Бандаренко. Молодой. Кто за то, что в сегодняшнем рабочем совещании провел Максимович? Максимович? Бандаренко, пожалуйста, мы будем... Максимович? Максимович? Он за то, что в сегодняшнее совещание провел подарить Бандаренко. Единоплатно. Приседатель всего нашего собрания является Бандаренко. Забираем секретаря. Секретаря. Кто будет секретарем? Гордеяна. Гордеяна имеет... это дело предложение или какие-то не чуть-чуть другое предложение давайте мы поручим ввести протокол сегодняшнего рабочего собой заседание госпожи жук да да у меня романе к этому предложению верховно ради во всех других уважаемых учреждениях аудиозапись заседания вот сейчас мы ведем аудиозапись это есть основа протокол а сокращенный протокол будет составлен и подписан секретарем и председателем на основании аудиозаписи если какие то неточности тогда можно будет прослушать про голосование также у нас есть видеозаписи нам уже достаточно ставьте на голосование для протокола не избивайте и Валерий Яковлевич тоже уважаемый член общественного совета поступило одно предложение поручить госпожи жуковы ввести протокол сегодняшнего рабочего собрания и ввести аудиозапись и видео рабочего видео и видео аудио и видео вы повторите аудио и видео аудио и видео аудио и видео запись сегодняшнего собрания все против воздержавшись нет госпожи жукова я прошу вас занять рабочее место и ввести протокол сегодняшнего рабочего собрания уважаемые члены общественного совета для того чтобы наше рабочее совещание прошло быстро и продуктивно предлагаю утвердить повестку дня которую мы сегодня выносили на рассмотрение собрания все получили ее в печатном виде поэтому я предлагаю данную повестку дня принять за основу другие предложения будут или нет кто за то чтобы данную повестку дня принять за основу прошу проголосовать пришел пустить против воздержавшиеся есть один человек воздержался в прошлом я тоже воздержался вы сказали что вы не видели да повестка дня принята практически единогласно при одном воздержавшемся для того чтобы наше собрание прошло без заменок и без задержек нам необходимо с вами разработать регламент разработать регламент у нас сегодня было предложено выступающим с докладом предоставить до пяти минут в премиях до одной минуты у кого нибудь будут другие предложения по регламенту согласитесь кто за то чтобы в регламенте выступающим с докладом предоставить до пяти минут выступающим в премиях до одной минуты прошу проголосовать прошу пустить против воздержавшиеся один регламент принят единогласно при одном воздержавшемся первый вопрос нашей сегодняшней повестки дня наше помещение почему не дали вопрос почему не дали почему не дали почему мы здесь пробовали давайте мы наверное будем выполнять то что мы приняли мы приняли с вами вопрос по введению это правильно значит первым того было на восемь повещания было на помещение отправить письмо руководству области то есть балансодержателя помещения владельца помещения и управление внутренней письма да письма были отправлены на них ответы были давайте мы будем придерживаться того регламента который мы приняли и той повестки дня эти вопросы ваши они все будут освещены в докладах выступающих то есть были ли все структуры оповещены и почему и был ли на них ответ и в докладе будет ответ да я еще вопрос нет давайте приступим к повестке дня по первому вопросу о ситуации в общественном совете на сегодняшний день слово предоставляется заместителю председателя общественного совета мифеева галиния викторов здравствуйте уважаемые члены отчетной ах чего ответь на сегодняшний действия привези привези к в Я не буду долго выучить общими словами. Начну с главного вопроса, который вы задали. Все все знали. У нас было проведено рабочее заседание общественного совета. Было решено провести сегодня общее собрание и направить письма к президенту, в кабинет министра Матвичуку и в управлении внутренней политики и результатов висковых громадков. Письма были отправлены и получены ответы. Я бы зачитываю. Шановна Галина Викторовна, на ваш взгляд, с депрессивого летнего 12-го года, поведомляемо, заставили членам громадской рады, при родительской областной державной администрации на бланках с фирмовым атрибутом разглядываются выключены, как все фоны, узгоджены, так подписаны, легитимы, обраны голубою, за секретарем зазначенной рады. Леонов. Он обращается к заместителю председателя общественного совета и 18 июня в решении одной из 23 членов общественного совета выразить недоверие председателю общественного совета Афанасьевой и назначить Михаил Балину Викторовну, исполняющей связанности председателя общественного совета. То есть от имени исполняющегося связанности председателя общественного совета протоколом я отравилась и здесь не получила ответ. Я так думаю, что он по этому ответу будет дальше. Я лично по получению одной из 23 членов общественного совета передала телефонограмму по 1566 премьер-министру Украины Николаю Яновичу Азарову, также президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу и также по телефонограмме губернатора Одесской области Матвейчику Эдуарду Леонидовичу. Эти телефонограммы 13 июля были получены. Премьер-министр получил 13.30. 13 июля 13.45 был президентом получено и в 13.50 получил Эдуард Леонидович. Я сегодня звонила в кабинет министра, мне сказали, что телефонограмма была наша, была отреагирована и отправлена решать этот вопрос непосредственно председателем Одесской госадминистрации. Резолюцию телеграммы мне никто не оповестил. Уважаемые коллеги, у меня к вам будет совсем просьба. Если кто-то желает выступить или дополнить доклад, поднимайте, пожалуйста, руку, слово будет предоставлено каждому, чтобы у нас был сегодня порядок. Галина Викторовна, у вас все? Почти, да. Я хотела сказать, что именно общественный совет должен стать одним из самых действенных механизмов части общественной жизни региона. А что у нас сегодня происходит на самом деле? На самом деле у нас сегодня полностью заблокирована работа общественного совета. Афанасьев, я так думаю, что управление, блокируется управление внутренней политики, это достоинство грамотности. Потому что Афанасьева в личном просылке и в блоке общественного совета, переписке общественного совета, публично об этом сказала, что помещение не дают управлению внутренней политики. Хотелось бы, конечно, я бы хотела все-таки перейти на позитивную ноту. У нас с вами еще много времени, у нас с вами еще полгода, целых полгода. Я хочу, чтобы мы за эти полгода смогли еще сделать много добрых и полезных дел для громада нашего региона. Уважаемые коллеги, разрешите перебить. Дам 5 секунд. Господин Чонкин доложил губернатору, у нас снимают видеокамеру. А чья это была камера? Отец как вы туда ставите? Отец как вы виние, да, там. Мас. Ну, не важно. Мы продолжаем наши собрания. Мы боремся с такой структивой. Мы с ним боремся. Я вам всем хочу сказать. Давай, я вам всех не хочу. Что-то вы делали. Чонкин, директор этого здания, доложил губернатору, что здесь телевидение снимает. Дали команду брать телевидение. Мы за конструктивность. Мы за понимание общественных нужд, за независимый взгляд. И я думаю, что мы будем конструктивно работать. У меня есть предложение. Вот, лично у меня есть предложение. Чтобы мы создали сайт, который у нас сегодня блокирует, концепты, да. Чтобы мы создали сайт у нас тренингской фейсбук. И вышли к людям. И чтобы нас не рассказывали в извращенном виде, чтобы мы где-то что-то сломали, где-то что-то ушали. Это на самом деле не так. Мы должны общаться с людьми. Я предлагаю сделать цикл передач на областном телевидении. Чтобы мы могли непосредственно общаться с сторонами. Чтобы мы были на самом деле тем, кем мы предназначены быть. Мостика между численностью и властью. Можно? Секундочку. Доклада кончена. У кого какие-то вопросы к докладчику? Вот вопрос есть. Вот у меня вопрос. Открытие, а каким путем оповещались люди, чтобы сегодня был уход? Люди оповещались. Ну то есть, достаточно ли было информации, чтобы люди пришли сюда? То есть, может быть, люди просто-напросто считают, именно считают, что вот это лишнее, и не нужно сюда прийти. Спасибо. Информации было достаточно. Было сообщение на сайте, на сайте общественного совета, на официальном сайте общественного совета. Сразу после второго числа. Да, после второго числа. Было объявление в общей рассылке. Были оповещены все люди путем телефонного обзора. На что даже были многочисленные обсуждения, на сайте, там, вообще, в общей рассылке. Еще будут вопросы. Я эти вопросы не доплачу. Но были еще... Почему сегодня люди не пришли? Потому что были звонки после всех членов общественного совета, в том числе и мне, наверное, общественные путали, что сегодня на собрании никакого не будет, и что сегодня на собрании никто не приходил. Кто звонил? Звонила койка и звонила помощница, наверное. У меня есть предложение перейти к обсуждению доклада. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Против? Есть? Воздержавшиеся? Нет. Переходим к обсуждению доклада. Слово предоставляется члену общественного совета, к председателю комитета по защите за слово «Свободы слава» господину Штекеру Людмиду Исаакову. Я выйду к микрофону. Уважаемые коллеги, я хочу сказать то, что мне кажется, хотелось сказать Галина Викторовна, но как бы волнуется и прочее. Я хочу обратить внимание, собраться всегда на такой момент, что деятельность общественного совета на сегодняшний день, она крайне невыгодна, увы, нашей государственной администрации в лице господина Маклечука. Это данность, которую мы должны понимать. Пока Валерий Яковлевич был главой совета, Маклечев просто игнорировал его. Сейчас ему очень удобно. Есть человек, который готов своими руками и ногами поддержать любое движение власти вне зависимости от того, хорошее оно, плохое, он готов всегда поддержать его. Поэтому, естественно, что мы не получаем залп, поэтому, естественно, что мы забираем телевидение, потому что есть уже человек, который может на весь общественный взгляд сказать, что губернатор всегда прав, а если не прав, то дальше понятно. Поэтому я считаю, что ничего удивительного в запретах телевидения нету, и я считаю, что мы должны вне зависимости от этого всего продолжать нашу деятельность. Я совершенно согласен с Германией. Единственное, что я не верю в то, что телевидение государственное даст нам хоть одну минуту эфира, я в эту сказку не верю, поэтому я считаю, что мы должны использовать возможности интернета для этого максимально широко, в том числе делать интернет-трансляцию и подобных сетей. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Я хочу обратить внимание, что сюда собрались, ну, более-то, раз в месяц, в прошлый раз, партизики, именно те, кто занимается реальными делами в общественном совете. И я не хочу никого обидеть, но у меня есть ощущение, что у нас идет борьба не между Галиной Викторовной и Тамилой Вразимировной, а у нас борьба между теми, кто предлагает, чтобы общественный совет был реальной силой, и теми, кто вполне устраивает получение статуса и больше ничего. Поэтому я думаю, что, к сожалению, вот в этом доложен главный конфликт. И я бы очень хотел, чтобы, когда мы будем говорить с журналистами или объяснять им, то говорить не то, что вот там «зал не дарит», то говорить о главной причине. Главная причина в том, что блокируется реальная работа общественного совета. Вот это вот самое главное. То есть любые действия, где мы будем руками поддерживать, махать ручкой, изображать массовку, все будет замечательно, нас будут обнимать, целовать лобик и говорить, что все очень хорошо. Как только мы говорим, что мы не совсем согласны, вот все, мы сразу словимся врагами народа. И вот это мы прекрасно понимаем и нужно об этом говорить. Я понимаю, что нас при этом повторять 8 раз к Томилу Владимировну, а гораздо реже. Но говорить об этом нужно. Все, спасибо. Кто еще желает выступить? За словом предоставляется представитель второго комитета господину Максимовичу Владимиру Ярославовичу. Уважаемые коллеги, друзья, безусловно, мы разные, не всегда наши точки зрения совпадают. Ну, это и нормально. Но есть нечто общее, что заставило нас прийти сегодня сюда в жару, да, в принципе, зная, что не будет форума, это то общее, что нас объединяет. Это называется гражданская позиция. Мы из-за этой гражданской позиции и пошли в общественный совет. Есть люди, которые пришли в общественный совет, как показывают события, за должностью, за возможностью посвятиться на телевидении, за возможностью посидеть где-то на оперативке. Вот это нас объединяет. А теперь ближе к тексту. Что предлагаем мы? У нас есть конкретная программа действий на оставшиеся полгода. Это и стратегия развития общественного совета. Я уже три месяца предлагаю подписать письмо губернатору с конкретными предложениями. Оно не подписывает. У нас есть предложение создать общественную приемную, нормальную общественную приемную, которая действительно принимала бы людей и решала их проблемы. Мы до сих пор не можем утвердить бланк, с которым мы можем обращаться. Приехал из Санкт-Петербурга наш коллега Кабалянский и перевез маморанду, который подписал еще головку. Мы до сих пор не можем его утвердить и поставить печать. с работы, с предложений, с конкретного нас переводят в стадию борьбы за чьи-то интересы, за какое-то кресло. Проблема не в кресле, лично для меня. Мне это кресло не надо, я человек самодостаточный. Важно, что мы должны решить те проблемы, ради которых мы пришли. Мы должны реализовать нашу гражданскую позицию и оправдать доверие тех общественных хранительных, которые нас сюда направили. Потому что придет скоро 27 января, когда нам нужно будет сказать все. Мы что смогли и сделали, а, к сожалению, мы многого не сделали. Все наши наработки, а наработки значительные, мы уже готовы принять положение в общественном совете. Хорошее, нормальное положение с дополнениями и изменениями. Мы не можем провести собрание. Сегодня нам его сорвали. Мы готовы внести изменения в регламент. Нет собрания. Мы готовы открыть общественную приемную и масса других вещей. Поэтому нам стыдно перед людьми, которые встречаются в городе и говорят, что же вы в общественном совете за полтора года практически ничего не сделали. И это правда. Поэтому я вас призываю на лень. Нам необходимо реализовать нашу гражданскую позицию. Она изложена в сегодняшней повестке. Жаль, что это рабочее собрание, а не собрание с правом голосования. Но я уверен, в сентябре соберемся и ишим те предложения, которые у нас есть. Это нормально, это демократично, это в рамках типового положения, которое нас уполномочило работать в общественном совете. Слово предоставляется в сферу общественного совета господину Борщерко Юрию Ивановичу. Николай Юрьевич. Значит, я удивлен, удивлен вообще в нашем общественном совете очень уважаемые представители общественной организации, руководители, которые прошли жизненный путь, которые имеют разные направления. У нас есть и афганцы, у нас есть и Чернобыльцы, у нас есть и те, кто занимается бездонными детьми, те, кто занимается благотворительством, кто занимается работодателями, те налогоплательщики. И мне самое большее удивляет, что афганцы работодателей, которые являются членами налогоплательщиков, в которых живут все, и государственная власть, нанятые на работу, чтобы они нам оказывали деньги. И во-вторых, давать такие указания, что мы имеем полное право собраться, и они обязаны нам предоставить любое помещение. Я вам хочу сказать, что я звонил, потому что были направлены письма от Кострома Совета по развитию предпринимательства на Кабиневском банке, нашему председателю администрации, Кабинет министров и президентов. Я по телефону связался с начальником управления внутренней политики. Вы знаете, я подумал, что я разговариваю с каким-то уличным машинником. Он мне обсоветствует. Юрий Николаевич, вы бы там не занимались, а присоединились к фашисту. Это начальник управления, который должен работать с общественностью, который должен регулировать все вопросы взаимосвязи общественности, государственной власти, он им отвечает. Поэтому у меня есть предложение за сегодняшний саботаж. И этот саботаж идет от нашего председателя Одесской областной государственной надпичика. Он не может быть, чтобы он не был, не знал. Игорь Борисович докладывает ему постоянно о ситуации за день. И я говорю, что мы сейчас приняли решение. Если вы поможете, я в эту ситуацию обращусь к президенту. Я этот вопрос вынесу на Координационный Совет по развитию управления при Кабнике министров. А мы там точно соберемся. В том, что блокируется работа в общественном Совете именно предпринимательских структур. И я хочу сказать в том, что если будет мне поддержка, я готов дать предложение и заявление в том, чтобы выставить бессрочное пикетирование государственной администрации в том, что идет саботаж именно общественного Совета. о выходе ситуации, которая сложилась даже у нас в области, в городе и в государстве. Спасибо. Слава предоставляется члену общественного совета господину Гордеяну Валерию Александровичу. Уважаемые коллеги, все мы знаем, что наша ситуация сложилась не сегодня. Когда мы начали рассматривать программу содействия развития гражданского общества, с тех пор и почти у нас не прияжли. То есть нас не допустили проверки 40 семидцев или выходных государственных программ. А это основная наша функция. Кроме этого мы должны привлекать общественность к формированию реализации государственной поддержки. Кто-то нам не помогает область администрации в этом. Кроме этого мы должны понимать правильное общественное мнение. Пока у нас взаимодействие с областью администрации к сожалению не получают. Поэтому я предлагаю обратиться во все администрации для того, чтобы наладить такие взаимоотношения и упорядочить наши внутренние противоречия. А главное противоречие у нас одно. У нас противоречие есть у нас формируется вертикальная система где есть начальники подчиненных а мы все-таки работаем в горизонтальной системе где есть все равные 127 человек. Поэтому мы должны вернуться к нашим основам. Постановление 996 от 3 ноября 2010 года. Спасибо. Кто еще желает вести? Слово предоставляется членом общественного света госпожа Шусора вывести на таблину. Взаимопередение институт роман гражданского общества Одесское отделение Украинского Многопередительного фонда в Одесской области 13 лет. Я не могу сказать и не могу сказать, что наши руководители обл. администрации и также мэрии относились к нашему гражданскому обществу плохо. На сегодняшний день господин губернатор оказывает помощь и поддержку семьям и погибшим работникам милиции. Также наш город. Я хочу сказать, что это не губернатора позиция. Я считаю, что это все-таки позиция управления внутренней политики непосредственно Леоновым Игорь Борисовичем и также Орловой Аллой Ивановной. Почему? Потому что для губернатора доносятся совсем другая информация. И подскажите пожалуйста, как я могу мой фонд, если помогают вот такие вот люди, я могу идти против власти. И на сегодняшний день госпожа Афанасьева вчера выступала по телевидению и сказала, что те люди, которые собралась одна древняя часть, это те люди, которые оппозиция, которые идут против губернатора. Но я думаю, все те люди, которые сейчас находятся наоборот, сотрудничают с властями, разрабатывают программы, работают непосредственно с некоторыми помощниками, замами, напрямую. Я бы хотела вместе с вами обратиться к губернатору, сказать о том, что мы те люди, которые работаем, мы работаем на благо нашего народа и соответственно будем ждать его помощи. и сейчас хочу уведомить вас о том, что господин Тёмкин позвонил в ГЛАС и попросил, чтобы работники ГЛАС сняли не губернатор, не завлик, не управление внутричной политики не принимали участие в снятии нашего оператора, а также помощница госпожи Афанасьевой вот здесь стояла на ступеньках и снимала все то, что здесь происходило на вектофон и снимала тех людей, которые с нашего сообщительного совета ходили или переходили с техничной площадки так, что он помощник что у нас сидит, я здесь не знаю, я когда спустила себя вниз, Трелечка, что ты сделаешь, начала убегать. Внизу там была Афанасьева, в машине сидит кухня, короче, мы тут не только мы оказывается мы собрались во всем ставим да, извините спасибо не знаю, поступило Мне кажется, вот тут я не хотел выступать, услышал рациональное изведено. Мы не так делаем. Мы прием противовет, давать противовет, у меня умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Поэтому у меня есть чуткое краткое предложение. Зря мы пишем президенту, зря мы пишем премьер-министру. Это все равно, что сейчас подойти, всем скучаться в этот столб и кричать «АУ, услышьте» не услышит. Поэтому у меня есть предложение. Мы наоборот дразним губернатора своими действиями, провокациями и так далее. Что значит пикетировать губернатора? Мы что, идем против власти? Мы что, идем против партии ведущей? Мы что, зачем вот этим? Мы палатки поставим, все. До него доносит то, что вы тут говорите, бездумно причем. Не в обиду, никому что бездумно. Есть другое предложение. У нас, да, действительно есть самим организацией, которые застоят за множество и 475 человек. Вон тоже, полторы тысячи. Ну, вон, 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 нет, стоп, я не говорю про на бумагах, я говорю реальных людей, которые сегодня могут стать и выйти. Поэтому не в обиду сказано, я вот эти полторы-две тысячи своих оппонентов лившихся слышу, выходят два человека. Поэтому еще раз говорю, у меня есть предложение реального. На сегодняшний день, чтобы мы были услышаны, не идти против власти. Это первое. Написать письмо губернатору, подписаться организациям и сказать, уважаемый губернатор, Эдуард Леонидович, мы хотим просто-напросто, с Вашего позволения, чтобы вы должны собрать общественный совет всех. Пожалуйста, выделите своих людей и решите, наконец-то, вопрос, что делать дальше. Так общественный совет работать не может. Почему? Потому что разделился непонятно, как его разделили. Поэтому мы на общественном совете решим, или нам работать, или нам распускаться, не смешить людей. Если вы примете решение, то есть, когда я учился в определенной школе, мне говорили, если хочешь победить врага, действуй и его же методом. Поэтому мы и говорим, пожалуйста, встретим нас по беседе, встретить, допустим, меня другого, третьего, четвертого, как председателя организации, да, он не имеет права. И он встретит, сейчас перед выбором. Но не демагогией заниматься, мы пойдем по ласкину, вас верхним и так далее. А реально, мы говорим конкретно, окажите содействие, дайте указания, собрать общественный совет. По городу идут слухи и так далее, мы хотим прекратить эти слухи, мы хотим на общественном совете принять решение. Или нам распускаться, потому что он не работает, или работать. И вы сами увидите, ху есть ху. Все, а вот эти лозунги мы поставим, мы пойдем, мы туда, ну поверьте, ну плевать против ветра, зачем? Я не знаю, как у кого на сегодняшний день, только за то, что где-то как-то там, я поехал в Киев, когда афганцы подводники ломали забор, он сейчас, ну бизнес так прессует, что блин, они же плевают. Ну зачем плевать? Поэтому еще раз говорю, я предлагаю чисто вот это, написать третий членов общественного совета, но и председателя организации, чисто побеседовать и собрать общественный совет. А чтоб он оказался в действии, собрать общественный совет. И принять решение распускать иди или работать, не заниматься, не смешить народ. Можно добавить, я три письма написано по вашему обращению, прошу оказать содействие. И что он сделал на бланке? Дал Леонова, а Леонова взял и отправил от нас. Я еще повторю две секунды. Давайте, 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 давайте регламенты. И еще козу добавлю, у меня две секунды, есть регламенты? Когда я занимался спортом каратэ, один палец сломать можно, два, руку нет. Вот если напишут пять председателей, и за ними стоят люди и говорим, примите нас. Не членов общественного совета, пять председателей нас примут. Я вам даю гарантию. Не, не примут. Примут. Не, ну давайте инициативную группу, может, выберем, человек пять. Давайте попробуем, нормально. Уступило предложение прекратить премию. Кто заданное предложение? Прошу проголосовать. Прошу опустить руки. Против? Воздержавших? Есть предназначение, есть инициативную группу? Да, да, инициативную группу шесть пяти человек уступили. Кто против? Кто воздержался? Подождите. Мы голосуем за то, чтобы проступило предложение прекратить премию. Мы голосуем за то, чтобы прекратить премию. Кто за то, чтобы прекратить премию? Прошу проголосовать. Прошу опустить. Против? Воздержавших? Нет, решение о прекращении премии принято единогласно. Уважаемые коллеги, в ходе выступлений поступил ряд предложений. Все они сводятся практически к одному. Подготовить письмо на имя главы администрации Одесской области с просьбой содействовать в развитии тех предложений, программ, которые ранее нами были разработаны. Это и программа стратегии развития гражданского общества, стратегии экономического развития нашего региона, стратегии развития Придунавья, а также открытие действующей приемной общественного совета. У меня есть такое предложение. Давайте мы обобщим и поручим нашим товарищам подготовить по этому вопросу обращение к господину губернатору, вынесем его на обсуждение президиума или очередного рабочего совещания. После этого все, кто считает нужным, подпишут это обращение, и после этого отправим его к губернатору. Я хотел бы выслушать Ваше предложение. Кому мы поручим подготовить такое письмо? Бондаренко. Где Максимович и Бондаренко займутся? Нет. Максимович и Бондаренко. Давайте пишут, давайте конгресс. Я предлагаю Максимович и Бондаренко. Пишут. Другие предложения будут? Других предложений нет. Кто за то, чтобы поручить господину Максимовичу, господину Бондаренко подготовить обращение к губернатору? Прошу проголосовать. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержавшиеся? Нет. Решение придет единогласно. Уважаемый член общественного совета, на данном этапе повестка дня нашего рабочего завещания исчерпана. У кого какие будут предложения? Скажите, Максимович, пожалуйста. Коллеги, чтобы наше сегодняшнее собрание не повисло в воздухе и наше решение, я рекомендую на сентябрь назначить очередное собрание. Я думаю, мы соберем форум в сентябре. Люди выйдут с отпусков, возвратятся к своих дач. То есть это запланируем в первую половину или середину сентября собрать общее собрание. К тому времени мы получим ответ главы обл. госадминистрации. Мы реализуем попытку найти согласие в этом общественном совете, исходя из письма, которые мы отдадим губернатору. Сумеем реализовать? Сумеем. Значит, похвалимся, что мы сумели людей, так сказать, убедить в нашей правоте. Не сумеем убедить. Значит, мы еще раз поднимем наши вопросы и наберем то количество голосов, которое необходимо, чтобы их решить. В дело в том, что поступила информация, что Афанасьев на конце августа собирает общее собрание. Почему бы она туда не кричит? Что касается этой вводной. Я не делю себя, что в августе собирается Афанасьев. А я не делю себя на общественный совет Афанасьевой и общественный совет Гордеяна. Мы один общественный совет. И если они будут собираться в августе, то мы как действующие члены общественного совета придем, несем в ту повестку дня наши предложения и будем реализовывать, как я сказал, нашу гражданскую позицию. Одно другому не мешает. А если в августе не будет этого собрания, то в сентябре соберемся мы. Прошу поставить свое предложение. У нас вступление в общее собрание было по протоколу, по регламенту в мае месте, да? В апреле. В апреле. Значит, 5 апреля. 5 апреля. Мая, юня, юля. 5 июля. 5 июля истекает срок регламента. Жестек. Жестек. Ставьте мое предложение на гражданскую. Нет, ну вот вы видите. Я говорил об этом, Афанасьева говорит, что в положении написано «Раз в квартал» и что уже было два собрания. В этом году поступило дополнительно еще одно предложение о том, чтобы инициировать проведение общего собрания в сентябре месяце этого года. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Вот знаете, мы сообщим. Против есть? Воздержавшиеся? Воздержавшиеся? Нет. Значит, решение инициировать проведение очередного общего собрания общественного совета в сентябре месяце принято единогласно. А дате, я думаю, что инициативная группа сообщит дополнительно. На этом повестка дня исчерпана. У кого будут какие объявления, заявления, замечания? Важная коррекция поступила, ну как можно сказать, ЧП, я так думаю. Потому что наш оператор сегодня пострадал по чему. Это второй раз. Ему позвонили, и господин Тёмкин позвонил, и его сняли. Сейчас Тёмкин вместе с... Нет, ну, я сейчас пригласил себе, да, вот, писать? Конферты, которые мы отнимали. Я хотела с вами посоветоваться, отдаем Игорь? Ну, а есть дубль, вот, снимаем. Или не отдаем, потому что человек пострадает. Ну, отдайте, как отдаем, да? Конечно, да. Михаил, он снимает, есть дубль, и просто... Да, 200 грим, 200 грим, кто оставил себе, а остальное, то, что кто оставил, и есть, да. Нет, так хорошо. Еще объявление было. Уважаемые коллеги, в марте месяце нами было подписано меморандум между Общественным Советом, уважаемые коллеги. В марте месяце было подписано между Общественным Советом при Одесской областной государственной администрации и Общественным Советом при губернаторе Санкт-Петербурга меморандум. Значит, он подписан был обеими сторонами. Чикадарь, Наталья Анатольевна, я по приезду и привозу этого меморандума разговаривала с Чикадарь. Чикадарь одобрила, как бы, и вот это, будем говорить, сотрудничество между нашими Общественными Советами, так как это касается уже международных связей Общественного Совета. И, тем не менее, до настоящего времени, как бы, несмотря на то, что у нас проводилось неоднократно президиумы, в том числе и Афанасьевы, значит, этот вопрос не поднимался. Вчера нами было инициировано, нашим комитетом 15, который возглавляем, было инициировано, значит, этот вопрос о разработке программы взаимодействия между Общественным Советом при обл.д. администрации и Общественным Советом при губернаторе Санкт-Петербурга. Значит, вчера собралось порядка десяти, не порядка, а восемь председателей комитета, которые заинтересованы в проведении, вот, разработке такой программы. И два заместителя председателя комитета, то есть десять человек. Это инициативная группа, которая, значит, приступила к разработке вот этого программы выполнения меморандума. Значит, прошу вас всех, чтобы вы были ознакомлены с этим и присоединяйте, давайте ваши предложения, потому что в основу вот этой программы, эта программа будет согласована с Санкт-Петербургом, согласована с Обл.д. администрацией и должна быть согласована с Обл.советом очевидность выделения средств на выполнение этой программы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так вот у вас, в общем, если будет операция по-настоящему, легитимна ли будет эта собрание? Хорошо. Если будет операция по-настоящему, будет операция по-настоящему, будет операция по-настоящему. Легитимна ли это собрание? Поскольку внутренняя политика считает легитимность именно этого предачи, а не других, легитимных предачек. Вот собиралась одна треть проименцировала сегодняшнее собрание. Значит, в положении написано, что одна треть имеет право регулировать собрание. Значит, то есть это согласно положению, оно было ли легитимно? Почему? И вопрос, будет ли легитимно то собрание, которое будет подать? Это очень простое. Поживем, увидим. Мы очень надеемся, что следующее собрание не по принципу будет легитимно, не будет негативно. Будет ли хворум, который соответствует требованиям постановления кабинета министров номер 996. Все очень просто. Нас 127 человек, да? 126. Так кому подчинять? Разделим на два. Подождите. Разделим на два. Сколько у нас получается? Должно быть 64 человека. Вот когда 64 человека соберется, то, что сегодня у нас было... У нас сегодня не дохвачивается. То, что сегодня мы собирались, мы собирались в потребовании одной трети. Я считаю, что Афанасиева не является председателем, она исполняющей обязанности. Точно так же, как исполняющей обязанности у нас является Галина Викторовна. Получилась ситуация, когда уважение к одной трети в соответствии с регламентом проявил только один зампредседателя. Михеева Галина Викторовна. Второй заместитель не проявил такого уважения. Я думаю, что тогда, когда мы соберемся, в сентябре, и у нас будет форум, мы четко тогда определим, кто из кто, выберем себе председателя, и дальше будем работать. Вот весь ответ. Можно? Нет. Давайте. По вашему вопросу. Вот я считаю так, что блокируется работа... Господа, если можно, это как бы неформально, но мнение еще. Блокируется работа общественного совета и со стороны, скажем так, наших новоиспеченных или незаконных руководителей общественного совета, и поскольку администрация признает именно ту власть, вот на мой взгляд, кажется, что собрание, только то, которое будет назначено Афанасием, когда бы оно ни было, вот только то собрание будет легитимно в качестве прихода людей, и только тогда мы сможем с вами, когда соберется та часть, так или иначе, и прийти максимально, прийти на то собрание, только тогда мы сможем поставить какие-то точки над ей. Иначе все наши попытки будут блокироваться со стороны всех органов, в том числе и нашими внутренними силами, те, которые пытаются разобщить, всякие сплетни, всякие, но это мы ничего не можем сделать, поскольку у нас нарушения уже в крови с нового года поэтому нарушение закона, мне кажется, и выдумывание всех своих правил игры а мое предложение это мое мнение легитимные люди люди легитимные и последнее слово за людьми дело в том, что я предлагаю просто несмотря ни на что у нас есть легитимно избраны исполняющие обязанности Михеева я предлагаю сделать сейчас перерыв до 1 августа и продолжить работу заседания президиумов и все то, что мы собирались то, что мы какие-то славные намечали продолжить работу а завтра я провожу круглый стол по туризму я приглашаю всех заинтересованные в данной теме оставаться неравнодушными и прийти союз журналистов в 14 часов на круглый стол по теме внутреннего туризма в Украине все, спасибо за внимание у меня небольшое замечание я не совсем согласен с Анжеликой Борисовной ну, знаете, как говорят водители нельзя быть беременным наполовину это мое мнение точно так же нельзя закон уважать тот, который нравится и не уважать тот, который не нравится в данном случае налицо нарушение типового положения у общественных советов по срокам проведения общих собраний поэтому проводят не проводят у нас как у членов общественного совета есть своя позиция и она заключается в следующем общее собрание нужно проводить в те сроки которые предусмотрены это как минимум и можно три раза в день помните, коллеги мы не являемся работниками какого-то предприятия у нас нет директора у нас нет директора кто помнит римское право так вот парламентария Рима выбирали старшего среди равных мы выбрали руководителя старшего среди равных ей мы не директора выбрали поэтому если она ошибается заблуждается или ей так хочется то мы равны ей день я третий раз повторяю равны ей мы обязаны подойти и сказать вы нарушаете типовое положение вы не царица самская вы обязаны провести собрание а подлаживаться под нее захочет не захочет это унижает наше достоинство мы руководители общественных организаций вершителям моей судьбы или нас вот это помните оставаясь конечно сплавянами спасибо а вот Игорь Борисович и он другого мнения он отписал что только здесь подпись тогда мы пришли на собрание у нас впереди много у нас впереди целых полгода я думаю что главные у нас была создана очень хорошая идеальная структура ну вы можете раньше закончить у нас 26 комитетов послушайте меня согласительный орган просто согласительный председатель это представитель общественного совета он представляет и решение комитетов главные комитеты и работа комитета у нас впереди еще целых полгода и я уверена я надеюсь и я уверена что за эти полгода мы сумеем делать много добрых полезных сделать я буду собрать на это мы заканчиваем наше сегодняшнее собрание спасибо спасибо